Трагический балаган Так определяется жанр спектакля, о котором мы сегодня будем говорить Пример состоится 9-10 апреля Анатолий Лобоцкий расскажет нам все Приветствую вас, детали прошли Спасибо Итак, стало быть последнее, Максим Горький Для тех, кто не знает, кто такой Максим Горький И не знает, кто такие последние Расскажите просто, собственно, сюжет Максим Горький, это буревестник революции Если кто не знает, да А последнее, это одна из многочисленных его пьес Потому что драматургом Алексей Максимович был достаточно плодовитым Пересказывать содержание, дело очень неблагодарное А концепцию, вот у меня по концепции написано Что это рассказы о том, как грехи родителей влияют на судьбы детей Вот, отличная концепция Да, соответствует, да Пьеса о том, как грехи родителей влияют на судьбы детей Это можно о многих пьесах, наверное, сказать Вы знаете, есть совершенно безгрешные существа по определению Давайте сказать, это существо Это кошки, потому что они сами по себе И если они грешат, то в своей собственной системе координат Вот, у нас такая миссия, мы пристраиваем бездомных Замечательная миссия Кошек, это кто у нас? Матюша Матюша? Ух, красавица какой-то Красавица, а не красавица, конечно Британец Да Это британец? Да, настоящий? Настоящий Вот, настоящий британец у нас Вы, кстати, как относитесь? Кошкам? Очень хорошо Я рос с кошками, у меня всю жизнь были кошки Сейчас нет, просто образ жизни не позволяет держать животное А я бы с удовольствием, потому что я люблю их Мы можем и вам отдать Я же говорю, не позволяет образ жизни У нас, кстати, еще есть такая традиция Если вам вдруг покажется, что какое-то имя соответствует животным Мы можем его через там дефис или слэш переименовать Это повысит его капитализацию А, ну да, безусловно Звездное будет переименование Значит, возвращаемся к последним Да Мы с вами выяснили до эфира, что вы не видели предыдущую постановку последних И вообще считаете, что не надо засорять голову вот при подготовке к премьере Отсматривая предыдущие воплощения Нет, я так не считаю Иногда бывает на пользу посмотреть то, как промучились коллеги где-то Я бы сказал, что можно почерпнуть что-то полезное, безусловно Я бы не стал смотреть какие-то давнишние, скажем, постановки А недавние, более современные, скажем так, в современном изложении Я бы посмотрел, да я, может быть, и посмотрю Но после того, как мы выпустим премьеру 9-10 апреля Да, чтобы не заимствовать Я так, насколько понимаю, у вас это все происходит в современных интерьерах Там стиральная машина на сцене Ну да Да, там она не привязана к эпохе, скажем так Не привязана А все эти осовременивания, так скажем Современные костюмы, современные интерьеры Честно говоря, меня мало волнует Мы не меняем текст Мы ни одного слова не добавляем современного Мы там не материмся Мы не употребляем каких-то же организмов современных Молодежного сленга не употребляем Поэтому декорация, костюмы и все остальное Это для меня вторично, честно говоря А вот мы с вами определили концепцию, что грехи родителей, как они влияют на детей Ну все не без греха, да, мы все грешны Значит, кроме нашего... Ну да, я имею в виду двуногих Ваши грехи как-то на ваших детях отразились? Я думаю, да Есть такое понятие, как карма Я думаю, что своими грехами я мог подпортить карму детям Безусловно Пока это не явно проявляется Но опасения за будущее есть Вот вы стали отцом То есть ваш сын родился, когда вам был лет 18, по-моему, 19 Ну, 19, да Сейчас это редкость Вот в наше время это достаточно часто там происходило Я там тоже стал папой, когда мне было 18 лет Не риторический вопрос, действительно не знаю ответа на него Это хорошо или плохо? Вот рожать рано Вот в студенческом возрасте становиться родителями Такими, в общем-то, не безответственными Ну, просто в силу возраста Но молодыми Такая тут палка о двух концах С одной стороны, в общем-то, хорошо Потому что сейчас у меня взрослый сын Разница между нами в 18 лет Она вообще не ощущается Мы как друзья Как приятели общаемся Как отец с отцом Это очень хорошо Но детство моего старшего сына Оно, безусловно, было подпорчено моей юностью Внимание не доставало Разумеется, я не был готов быть отцом Быть заботливым отцом Да любым отцом я не был готов быть И мне так кажется, что такие браки с ранними детьми Они очень недолговечны Таким же был и мой вот этот первый брак Увы, увы, это безответственность И безалаберность, молодость Она, по-моему, не позволяет создать что-то долговременное Долгоиграющее В спектакле, о котором мы говорим Играет, кстати, если о детях Девушка из династии Я имею в виду Полину Лазареву Как вы своего партнера по сцене Она ведь по сюжету играет Надежду Одну из дочерей героя Да, одну из дочерей моих играет Полечка Поскольку я знаю ее практически всю жизнь К дедушке и к бабушке в театр Ее носили еще в пеленках Немножечко странно было Первый раз мы с Полечкой встретились В произведении «Таланты и поклонники» Где она играет Негину, а я играю Великатова И в конце спектакля мы, значит, убегаем вместе Уезжаем, я ее соблазняю Вот это немножечко странновато Сейчас ближе к действительности И она играет мою дочь Она замечательная молодая актриса Очень одаренная, очень хорошая, красивая И хороший партнер уже Чем современная молодежь, я имею ввиду театральная, но вообще богемная То есть современные молодые актрисы и актеры Отличаются от, допустим, наших с вами сверстников От людей, которые начинали работать на сцене и на экране в советское время Есть какие-то принципиальные отличия Или все-таки богема, она остается богемом? Дело в том, что я работаю в театре, где богемная молодежь не выживает Разве? Да То есть вы считаете, что Маяковка это в этом смысле какой-то... Он демократичный, да В этом смысле театр не терпящий такой кричащей звездности, скажем У нас нет звезд У нас есть звезды, которые осознают, что они звезды И спокойно к этому относятся, скажем так А молодежь, которая начинает, снявшись в двух сериалах сомнительного качества Начинает считать себя звездой Она у нас не приживается, такая молодежь Поэтому я не очень, наверное, хорошо знаю современных молодых артистов Вот кроме тех, с которыми я общаюсь в родном театре Я мало их знаю Чем отличаются... Да чем они могут особо отличаться? Не знаю Тут же... В других реалиях учились Они живут в других реалиях, да Но профессия, она все равно организует... Да, вот я вот... Да, какой-то один клан нас И в этом клане, в профессиональном нашем клане Есть только две категории Хороший артист и не очень Вот и все И как бы они себя не вели, и кем бы они себя не считали Все знают планки того и другого молодого человека Последнее, это звучит актуально? Вот, как вы считаете, горький? Я думаю, да Вы имеете в виду ту интерпретацию, которая в Маяковке, или вообще это произведение актуальное? А вообще произведение Поскольку взаимоотношения, проблемы отцов детей, родителей детей, они вечные И эта тема, она никогда не заглохнет Как бы ее не интерпретировали Можно поставить так, можно поставить этот Можно поставить про родителей, можно про детей Но проблемы эти, они все равно, они вечные и они будут А поскольку там еще очень жесткие взаимоотношения между отцом и детьми Жесткое непонимание, скажем, между ними Полное То в теперешней нашей жизни, в теперешней нашей действительности, мне кажется, это актуально более чем Взаимоотношения между отцом и детьми, они чем-то напоминают взаимоотношения между режиссером и актерами? Степень зависимости Бог его знает Вы понимаете, почему я вам-то задаю этот вопрос? Потому что вы, в общем-то, изначально ведь видели себя, как мне кажется, режиссером, нет? Ну, я не то, чтобы видел себя режиссером, в 17 лет трудно видеть себя в перспективе Но попытка была, да Вы знаете, если между режиссером и актерами взаимоотношения, как в хорошей семье, это хорошо А если в такой, как у товарища Коломийцева, в Горько, моего персонажа То такие до добра не доведут и хорошего спектакля не получится у такого режиссера с такими актерами Ну, это очевидно, что этот вопрос, ну, я так предполагаю, что вам всегда задают Что вы, подчиняясь воле режиссера, ну, работая с режиссером, скажем, на такую форму Вы автоматически всегда прикидываете, как бы вы это сделали То есть вы себя режиссером все равно видите где-то на втором плане В контексте, там, вашего образования и первоначального выбора, или нет? Мне хочется думать, что нет Потому что все-таки я с большим пиететом отношусь к профессии режиссерской И считаю, что спектакль это очень личное и индивидуальное произведение именно этого режиссера Я могу свои какие-то знания и умения режиссерские применять в работе над собственной ролью И, скажем, есть такое понятие, вот Петр Науч Фоменко замечательно это формулировал Когда актер играет не роль, а спектакль То есть даже в ущерб роли, чувствуя ритмы и темпы спектакля Сохранять, двигать в нужном направлении В ущерб собственному, так сказать, проявлению, да, персонажа Вот это за мной водится, это я, да, это я делаю Ну уж коль скоро мы о последней говорим, расскажите про режиссера Режиссер Никита Кобелев замечательно уже несколько спектаклей поставил в нашем театре Спектакли с хорошими отзывами, скажем так Ну, есть вы с ним работали до этого? Я с ним не работал Нет, то есть это ваш первый опыт Да, 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 ну я видел его спектакли Мне нравится, как он думает И даже если я с ним не всегда согласен Я опять подключаю вот то свое ощущение, что это его произведение Это вот Алексей Максимович и он А мы инструменты, мы его способы выражения, самовыражения Пусть самовыражается, а там посмотрим Вы себя, как это принято сейчас говорить, позиционируете как театрального актера? Безусловно Почему? То есть то, что вы делали на экране бас, не удовлетворяет и не нравится? Ну, 3-4-5 процентов меня, может быть, и удовлетворяет, остальное нет Но вы же понимаете, что узнаваемость приносят вот те самые сериалы, про которые вы так вот отозвались Нелестно Да, не слишком лестно Дело в том, что Ну, я уже, наверное, в таком возрасте нахожусь, когда вот это вот Ну, хорошо, не в возрасте, в таком статусе тоже нехорошо говорить Ой, мой статус, да В общем, я так себя позиционирую Что, ну, а так ли это важно? Вот эта вот узнаваемость Вот это вот А вот это вот, кстати, вопрос Вот люди идут в профессию Вот вы, в частности, выбрали это ремесло Понимаю ведь, да, что есть такая составляющая, как известность, популярность, слава Это существенно или нет? Для меня было не существенно То есть для вас важно вот там самовыразиться, что-то сделать? Для меня интересно, да, мне интересен процесс, скажем так И сама профессия интересна И мне казалось, и до сих пор, может быть, безосновательно, но кажется, что я что-то могу еще сделать В этой профессии Я То, как на это посмотрят, как к этому отнесутся Это дело шестое, седьмое и десятое Мы сейчас говорим про публику или про критику? Про публику? Про критику Критика? Ну, театральной и профессиональной критики сейчас практически не существует Ну, а кинокритика? А кинокритика? А откуда она возьмется? Кто сейчас занимается кинокритикой? Ну, есть, наверное, люди А, ну, есть, наверное, люди Мы знаем А, ну да, есть и журналы, специализированные в искусстве кино и так далее Кто их читает? А всегда так было? Или это вот в постсоветское время исчезла критика? Или не было и в советское время? Была У нас была одна из лучших школ театральной критики Да и киношной тоже Я никогда не очень это понимал Что значит театральный критик? Для чего существует эта профессия? Но, тем не менее, они существовали Сейчас их можно перечислить на пальцах одной руки Профессиональных критиков театральных Киношных не знаю, я просто не из этой сферы А что, что значила, скажем, 20-30 лет назад Статья какого-нибудь маститого критика? Он мог убить спектакль? Или он мог сделать этот спектакль вершиной творчества режиссера? Сейчас то же самое делают кассовые сборы Коммерция Ну, что делать, если все сейчас меряется А может быть это, кстати, потому что Огромную роль Стали играть в этом смысле потребители Потому что сейчас же существует благосфера Где вы, как мы выяснили, не представлены И они взяли на себя роль такого, условно говоря, массового критика? Потому что каждый волен сейчас сходить на премьеру Маяковку И после этого прийти и накатать любого объема текста Если он совпадет с реакцией других зрителей То его будут расшаривать, он будет тиражироваться Может быть поэтому Ну, поэтому я и говорю, что профессии, как таково, не существует Если любой человек может Кстати, это не критика Это мнение Личное мнение Которое каждый может выразить в своем блоге И расшарить потом на весь мир Кстати, я считаю, очень важным Я всегда пользуюсь такой возможностью Вот в эфире сейчас мы проговорим Что не существует на самом деле Никаких ваших официальных Кроме официального сайта В соцсетях Все эти аккаунты, они фальшивые Фальшивые, клоны, да Ни одного, ни в одном из, как они там называются В соцсетях, да Ни в одной из соцсетей Андроли Лоботского нет Даже тот вот Лоботский, который стихи про себя Не имеет никакого отношения Нет, я считаю, что это важно проговорить Чтобы из первых уст это вы услышали Были такие роли Мы не обязательно сейчас говорим про Горького Которые вам не предложили, а вот надо было бы Вы вот как человек, который и в режиссуре понимает И с большим опытом Вот видели бы себя в той или иной роли А она как-то прошла мимо Да, это было, но это было еще при Гончарове Потому что я был молод И разумеется рвался играть Но играли, я-то думал, что я соответствую и по возрасту И по внешним данным И по моим внутренним каким-то качествам Но предлагали играть не мне, а человеку медийному Медийному, как сейчас говорят Ну, назовите уже Ну, например, да Как замечательный пример Был у нас такой спектакль По Бабелю Значит, как его зовут там? Мендель Крик Боже мой! Неважно, все поняли Да, понятно, о чем я говорю Армен Борисович играл Менделя А есть у него там такой персонаж замечательный Беня, Беня Крик, его сын Да Вот И я, я молодой артист Ну вот, я же Беня Крик Ну почему же нет? Играл Эмма Виторган Мне сказали Ну, да, давай, давай Посиди, посмотри, репетиции Заберите этого британца Он шикарно себя вел Абсолютно такой, как положено британцу Хорош Такой невозмутимый красавец Да, берите его Вот, Анатолий, мы А? Матюша Лорд Матюша Лорд Матюша он будет Теперь, да, мы его будем пристраивать Как лорда Матюши Шикарно, кстати Анатолий, значит, приступаем к финалу Это у нас игра в правду Вот, вопросы здесь французские Как говорят Хотя, что точно знают, что не мои Значит, как это выглядит? Да Вы выбираете Ишку Отсюда Наугад Слепую И такого же цвета Выбираете карточку с вопросом Любую желтую Так Неловкий вопрос Вы когда-нибудь говорили, что современные модели Слишком худы? Хотя внутренне завидовали им Они вам нравились? Я немного знаю современных моделей Если они худы Значит, так им и надо С другой стороны, я где-то видел Модели, которые далеко не худы И их, с моей точки зрения, ничуть не меньше, чем худых В модельном бизнесе Я ничего не смысл Хорошо Вы смыслите в женщинах Очевидным образом Какой типаж У вас Вот У вас есть какой-то Принятки, блондинки Толстые, худые, высокие Или нет? Или для вас вообще внешние параметры Я очень Разносторонен В этом плане Хорошо, да? Вторая Так Опять же Снова желтая Желтый цвет у меня как-то Неловкий вопрос Умирали ли ваши домашние животные по вашей вине? Да Что это было и когда? О, это было ужасно Это было мерзко И до сих пор я простить себе этого не могу Я говорил, что я кошатник Очень люблю кошек И последняя кошка, которую я взял Из-за чего я перестал, собственно, держать животных Поняв, что образ жизни мой не соответствует У меня была замечательная кошка, которую я нашел на цветном бульваре На Тверском бульваре Снял с дерева Она там убегала от каких-то собак Я в это время жил на квартире И летом мне пришлось на три дня уехать И я оставил эту кошку И оставил открытым балкон Это было на четвертом этаже И она исчезла Я месяц ее искал по всяким подвалам К сожалению, не нашел Поэтому я считаю, что она погибла Хотя, может быть, и нет У нее было питье? Было еда у нее? Да, да, да Тогда вашей вины абсолютно нет Ну как? Балкон открылась? Это выбор животного Думали, она сама, да? Конечно, конечно Так, финальное Хотя бы успокоился Потому что столько лет прошло Красное Откровенный вопрос Ага, тут неловкие, откровенные Еще какие-то Подумайте Вы когда-нибудь копались в вещах своего партнера без его ведома? Кто имеется в виду тот партнер? А вы понимаете, как хотите Это может быть, не знаю, сексуальный партнер, партнер по сцене, партнер по бизнесу Если у вас есть бизнес, ну, то есть вот Так, бизнеса у меня, значит, у меня два варианта всего, да? Сексуальный партнер Я не знаю, что это у вас вариант В принципе, вы встречали Случалось Случалось, да? Да Случалось Я в юности был дико ревнив Дико Я разрушил столько отношений хороших Из-за своей идиотической ревности Потом это как-то схлынуло Потом как-то опять вернулось Был такой момент тоже в моей жизни очень неприятный Вот И, значит, в приступах этой мавританской совершенно ревности Как-то я лазил в сумочку женскую И проверял, нет ли там компромата какого-то Конечно Я не знаю, есть ли все эти черты, о которых Анатолий только сказал У персонажа последних Он еще хуже Он еще хуже В этом вы сможете убедиться 9 и 10 апреля, если придете к Маяковку Огромное вам спасибо Спасибо вам